Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сёстры! В данном видео я хочу обратиться к одному из представителей еврейского, азербайджанско-еврейского народа. Почему азербайджанско-еврейского? Потому что евреи и Азербайджаны – это часть нашего азербайджанского народа. Поэтому я и говорю о наших евреях как об азербайджанских евреях, об азербайджанцах. Да, у этих людей, можно сказать, есть две нации – генетическая и нация по месту их родины, где они родились. Все вы прекрасно осведомлены, как я отношусь к критическим заявлениям, которые бросают представители азербайджанского народа к друг другу. В частности, представители благосферы. Когда они начинают критиковать друг друга, меня, честно говоря, это раздражает. Ведь обратите внимание на то же самое армянство. В единичных случаях, только когда представители армянства начинают говорить правду, слишком нестыкующиеся с высказываниями остального армянства, да, его начинают жестко, достаточно жестко гнобить, либо не обращать на него внимания. Одно из двух. Но в данном случае я вынужден, именно вынужден перешагнуть через те постулаты, которые я уже озвучил, против чего я сам же выступаю. Потому что в некоторых случаях не критиковать, не обратить внимание на высказывания представителей азербайджанского блогер-сообщества, в частности, в данном случае, еврейской национальности, не представляется возможным. Мое обращение будет адресовано Роману Цыпину. Здравствуй, Роман. Я долгое время делал вид, что не обращаю внимания на твои высказывания. Хотя многие из них напрягали меня, и я объясню почему. Ты неоднократно критиковал тех, как принято сейчас говорить, азербайджанских лоббистов среди российских экспертов, заявляя о том, что вот они не совсем проазербайджанские. Но ты забываешь указать один момент, что они прежде всего живут в России. А о том, какая в России демократия, мы с вами это прекрасно знаем. Как в России задерживают журналистов, арестовывают, сажают в тюрьму, мы это тоже прекрасно знаем. Как сажают в тюрьму правозащитников, мы этому тоже были свидетелями. Даже таких, скажем так, можно сказать, политиков, по-любому, как Навальный, не избежал этого. Демократия. Поэтому, говоря и критикуя тех, кто выступает все-таки на стороне Азербайджана, пускай даже в каких-то своих мыслях они заявляют нечто, что нас может раздражать, не стоит. Они проживают в России. И чрезмерное уделение внимания Азербайджану может стоить им достаточно дорого. Они и так делают достаточно многое. Олег Кузнецов и так далее. Этот список я мог бы продолжить. Критиковать их невозможно. Я молчал, когда ты делал эти заявления. Но сейчас ты заговорил о свободе слова, о свободе СМИ, затронул такую медиакомпанию, как CBC, заговорил о поставках российского оружия в Армению. Ну, давай я тебе отвечу. CBC вещает на Россию. Ее журналисты часто работают в России. И подвергать своих журналистов дополнительному риску, разве это правильно? Разве это правильно? Ответьте мне. Если Россия сажает своих граждан, своих журналистов, то что же касается журналистов из Азербайджана? Как вы думаете, за сколько минут можно сшить дело? Любому из азербайджанских журналистов? Неужели Роман Цыпин этого не понимает? Роман, я вынужден жестко говорить, потому что у меня не остается другого выхода. Нельзя молчать, когда ты делаешь такие заявления. Молчать невозможно. Я мог бы напомнить, как обошлись с Фуадом Аббасовым, с Романом Алиевым, нашими представителями именно азербайджанских интересов, азербайджанцами, которые старались говорить правду и говорили. Как обошлись? И сколько минут понадобилось России, чтобы убрать этих людей? Простой вопрос. Не так ли? Поэтому, говоря о CBC, стоит понять, почему русскоязычные журналисты в России, так же, как и российские эксперты, вынуждены иногда бросать отдельные колки заявления в сторону Азербайджана, либо о чем-то молчать, что касается политики России. Неужели этого непонятно? Теперь о поставках оружия. А, нет, для начала о свободе слова. О свободе СМИ. Свобода СМИ. Я сейчас кое-что напомню, чтобы вопрос был закрыт. Что касается свободы. Европа. Та самая Европа, которая всегда кичилась и кичится своими демократическими устоями. Но разве мы с вами не знаем, что во многих странах Европы принят закон о том, что нельзя ставить под вопрос и здесь даже имело место быть или не имел место быть армянский геноцид. То есть нельзя даже спорить. А разве это демократия? Давайте вспомним другой момент, тоже свидетельствующий о глобальной демократии в Европе. Нельзя критиковать ЛГБТ-сообщество. Терпимость и толерантность надо соблюдать. А как же свобода слова? Тоже интересный момент. Соединенные Штаты Америки вроде бы самое демократическое государство. Во всяком случае, оно ставит себя в пример всем. А что такое тюрьма Гуантанама? И сколько людей пропали в таких тюрьмах? При этом это одна из тюрем была. И есть. Я сомневаюсь, чтобы она была закрыта. Это была Сирия тюрем. По всему миру. Включая ту же самую Европу. Где люди, неугодные американской политике, просто исчезают. Как же это? Или это все неправда? Где же свобода слова? В отношении Израиля то, что израильские спецслужбы работают на опережение, это правильно. Они не дают просто опубликовать то, что не надо опубликовывать. Я не верю, чтобы в Израиле не было закрытых тем. Они есть везде. Нету такой страны, где была бы абсолютная демократия. Потому что абсолютная демократия это хаос. Приведу простой пример. В 80-е годы. Конца прошлого века. Помните, что было в Советском Союзе? Все писали все, что хотели. И то цензура все равно немножко была в отношении Азербайджана. В отношении Азербайджана центральная пресса Москвы не пропускала информацию. Азербайджан был... Азербайджан это единственная республика, которая была в полной блокаде. В полнейшей. А во всем остальном можно было писать все, что угодно. Голодомор и так далее. Оскорбление первых лиц государства. Оскорбление постановка под вопрос цены великой победы в Великой Отечественной войне. И кто победил? Я помню, ведь эти статьи были. И к чему это привело? К разрушению государства. К хаосу. То есть в каждой стране есть темы, о которых говорить не рекомендуется. Просто не принято. Не так ли? В отношении Азербайджана ведь никто не говорит, что в Азербайджане все так идеально. Нет. Но в Азербайджане проживают такие условные блогеры, которые даже поддерживают армянскую сторону. и мы их знаем. И они все еще на свободе. Которые заявляют о дружбе с людьми, чьи братья были фидаинами. Кто такие фидаины в Карабахе? Надо спросить у любого карабахца, он ответит. У любого азербайджанского карабахца, мирного жителя. Он ответит, как они обходились с женщинами и детьми и стариками. Пожалуйста. И они ходят. Поэтому не надо говорить, что проблемы существуют со свободой слова в Азербайджане. Я не говорю, что можно быть полностью довольным в отношении свободы слова. Понятие свободы слова бесконечное. Не так ли? Теперь о поставках российского оружия и о том, что CBC об этом не говорит. Я опять задаю вопрос. На какую аудиторию вещает телеканал CBC на Россию? Где работают журналисты данного медиахолдинга? медиакомпании в России? Теперь скажите мне, уделяя особое внимание этому скандальному, ужасному моменту, за сколько, за какой промежуток времени CBC могут лишить лицензии на работу на территории Российской Федерации? Простой вопрос. Это вопрос я адресую Роману Цепину. А затем задаю вопрос. Так, почему же CBC не поднимает либо поднимает крайне аккуратно некоторые такие колкие темы для России? Разве это непонятно? В отношении также была поднята тема, что сейчас все еще существует так называемый Степанакерт в кавычках, Хан Хенди, что он все еще не под контролем вооруженных сил Азербайджана и Азербайджана в целом. И на этот вопрос я могу вам ответить. Как вы считаете, то, что войска Армении стали покидать территорию Хан Хенди, разве это было осуществлено не без давления российских миротворцев? Вы в это верите? Поставки оружия серым путем давайте ответим на этот момент. Я уже неоднократно говорил и повторю свою мысль. Россия это государство покрытое громадным слоем коррупции. Так же как и США. Давайте вспомним серые схемы поставок американского оружия в различные страны мира. Не было этого? Было. То же самое делает и Россия. при этом главной движущей машиной этого черного бизнеса является даже не государство. Нет. А коррупция. Коррупция в Пентагоне, вооруженных силах Российской Федерации и так далее. Если это было бы не так, не заводились бы дела со временем на крупные организации, занимающиеся вот этими серыми поставками оружия. Не было бы этих дел. Но раз они есть, значит, есть сегмент коррупции, связывающий эти громадные мега компании с вооруженными силами России и США. Вот и все. Неужели это тоже непонятно? Думаю, что я ответил на все вопросы. Как-то так, дорогие друзья. Перед вашими глазами на протяжении всего этого времени был пост, которому и был адресован мой ответ. Ознакомьтесь с ним. На этом все. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания.